Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цесарским. Радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я надеюсь, что нас хорошо слышно, и поэтому можно начинать. Начну с того, что сегодня понедельник, сегодня начинается новая очень интересная неделя в жизни нашей страны. Как вы знаете, судьбоносный процесс начался, об этом мы наверняка поговорим. Но я, прежде чем представить своего гостя, я хотел бы сказать, что мы каждый день, если вы знаете, делаем рассылки материалов, лучших материалов нашей интернет-газеты «Континент», Я всячески рекомендую тем, кто интересуется политикой, текущими делами в нашей стране, а также за рубежом, обратиться к нашим публикациям. Я думаю, вам очень понравится сегодняшняя статья, которую мы напечатали. Вы наверняка знаете о таком знаменитом университете, Оксфордский университет, который организован в 1096 году. То есть, представляете, сколько ему лет. Так вот, в Оксфордском университете профессура приняла решение, что нотная запись больше не нужна. Я убедительно вас спрашиваю, почитайте этот материал, почитайте, почему ноты больше не нужны. Наверное, вы где-то про себя думаете, что вы об этом знаете, почему, но все-таки надо до конца убедиться, правильно ли вы подумали. И вот, я не озвучиваю не потому, что политкорректен, а потому, что хочу оставить стригу. Ну, а сейчас Игорь Туфиш, мой тезка, хотел сказать, был и земляк, но нет, не земляк, он из Бостона. И сегодня он с нами. Игорь, привет. Привет. Вот, я не знаю, почему я говорю и слышу себя одновременно, может, кто-то у нас... Потому что у Игоря, потому что у Игоря там динамики, колонки вовсю гудят, и микрофон ловит этот звук. Так. И микрофон... Сейчас лучше. Да, и микрофон довольно громкий, у него довольно чувствительный, ловит звук, и поэтому слышим. Чувствительный. Да, сейчас похоже лучше. Ну, и сам он чувствительный человек, и поэтому расскажи, как действительно, что ты чувствуешь по поводу того, что начался процесс над полицейским, имевшим несчастье задержать светлого человека, извини, ну, не знаю, светлый он или какой, ну, раз в золотом гробу лежит, значит, наверное, что-то в нем достоинство какое-то было. Вот. И вот после этого задержания этот человек по фамилии Флойд ушел в трагические жизни, и вот сегодня начался процесс в городе Миннеаполисе. И что ты уже можешь по этому поводу? Есть, конечно, это повод. Ну, во-первых, я хотел бы сказать в отношении Оксфордского решения, Оксфордского обкома, потому что, ну, собственно, я согласен, кому ноты нужны. Лаброну Джеймсу? Он и так играет, как по нотам. Он по нотам играет. Который, в котором приходит, становится, по крайней мере, выходит в финал NBA. По нотам играет человек. Это вот внутреннее ощущение. Это не зная ни одной из них. Внутреннее ощущение гармонии у этих людей. Зачем? Я не знаю, какое у них ощущение и какой гармонии или гармоники, может быть. Может. Да, но это надо у Оксфордского обкома спросить. Но, в принципе, зачем ему ноты, действительно, что там дорами фасоли си? То есть, где-то уже было на свалку истории, там, выбросим тех-то, тех-то. Сейчас вот учитывая... 25 октября, между прочим, 1917 года. Да, да. Товарищ Троцкий повторил такое. Ваше место в мусорной яме истории. Так что, да, в отношении Флойда, Миниаповица, ну, вообще, это символично. Я думаю, что они начали процесс именно сегодня, 29 марта. Ты напомнил о золотом гробу, в котором все видели Джорджа Флойда. Гробу. Гробу. Да. И поэтому это символично, потому что сегодня, как мы знаем, третий день Песоха, еврейской Пасхи. И вот, собственно говоря, там же тоже люди сотворяли себе золотого тельца. А здесь золотого Флойда, золотого гроба. 27 миллионов долларов. Ну, там не было, конечно. Но, в принципе, исторические факты подтверждают, что произошло с теми, кто сотворился золотого тельца. И, в принципе, это можно каким-то образом сравнить, потому что тогда это называлось идолопоклонничеством. Сейчас это называется идолопоклонничеством. Но если человек говорит о том, что это идолопоклонничество, его сразу обвиняют в расизме. Вот так. Да. Понимаешь? То есть, не сотвори себе кумира, опять же, как говорится. А кумира сотворили. И что здесь поделаешь? Вот такие у нас библейские мотивы переплетаются с событиями сегодняшнего дня. И я бы сказал, эти аналогии твои в этот раз. Ну, аналогии. Послушай, а Ломоносов еще сказал? Народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего. Какой народ? Американский. А, американский? Да. А когда он начался? Кто? Американский народ? Да. Ну, вот, судя по тому, что сказал журналист Лемон, что вообще-то еще до первых поселенцев здесь жили афроамериканские граждане. А как в одном сериале новом сказала одна из, так сказать, ролевых таких женщин, она сказала следующее. 400 лет терпели и больше не будем. Правильно. После этого кое-кто выключил, так сказать, этот сериал и больше не смотрел. Не знаю, кто, а не буду говорить кто. Ну, кстати говоря, я должен сказать, что вообще-то такая мысль о том, что здесь присутствовали до поселенцев афроамериканские граждане, на самом деле наводит на мысль, что в таком случае как бы они покорили Америку, они угнетали коренные племена, то есть американских индейцев. Ну, вот это называется клевета. А, это клевета. Конечно. Я, во-первых, не клевещу, а высказываю гипотезу. Я понимаю, но клевета... Лемон может высказать свою версию? Гипотеза? У меня из этой версии, соответственно, как меня учили в университете, появляется контр-версия, то есть гипотеза в научном языке, которая называется именно так. Ты своими... А тот, кто хочет опровергнуть эту гипотезу, пожалуйста, вперед. Вот ты говоришь, меня учили в университете, ты вот тут же свои какие-то привилегии выставляешь на показ. Скромнее надо быть нынче. Понимаешь? Да, кто-то вот не учился в университете, потому что не имел тех привилегий, которые имел ты. Ну, парус, порвали парус. Да, порвали. Каюсь, каюсь, каюсь. Вот это так лучше. Хорошо, ну давай все-таки вернемся к процессу, который начался. Что ты можешь сказать на сей счет? Уже же какие-то выступления первые пошли, просекьютор выступал, кто еще там? Да, выступал прокурор и выступал защитник, адвокат Шовина. Ну, на самом деле мне понравилось, что прокурор сказал, что да, он признал открыто, что да, у него были проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у него была сердечная недостаточность, и у него также была обнаружена большая доза наркотика, по-моему, филотонамина, кажется. Ну, не боюсь судить, не имеет значения. Ну, конечно. Но, но, подчеркнул прокурор, но он же с этим жил долгие годы. А вот если бы полицейский Шовин не встал ему на шею коленом, он же вообще-то был в наручниках, он не оказывал сопротивления, он был невооружен. Но у него была кластрофобия, то есть, когда его пытались посадить в машину, он сказал, я не могу, я не могу в машину сесть. То есть, он в машине вообще никогда не ездил, да, он только пешком ходил. Ну, и в магазин, видимо, тоже не заходил. Ну, да, там же тоже помещение закрыто. Где пытался заплатить фальшивыми долларами у человека кластрофобия. Ну, какие вообще могут быть претензии? Ну, сейчас, по-моему, все уголовники будут говорить, что у них кластрофобия. Хорошо, а что... Вообще, в свое время вот была такая версия, что есть, помимо кластрофобии, есть еще и клептомания. Ну, есть еще фальшивом манечество. Так вот, как говорят психиатры, что клептомания лечится кластрофобией. Вот такая версия. Это из новых версий. Ну, по крайней мере, тут, естественно, вопрос возникает. По-моему, вполне закономерный. Если у него была кластрофобия, ну, мы уже знаем, что он там прожил с сердечной недостаточностью, с наркотиками, прожил все, если бы не полицейский. Ну, а как он с кластрофобией прожил, сколько там, восемь лет в местах не столь отдаленных? Подожди, а она у него появилась когда? С рождения или как? Ну, я не знаю, может быть, тот момент, когда его пытались посадить в машину? Угу, наверное. Да, вскрытие не показало признаков кластрофобии. Ох, вот так шутим-шутим. Что сказал защитник? Защитник сказал, что версий очень много. И, на самом деле, каждая версия опровергает другую версию. Что вообще по законам юриспруденции, каждая сторона, то есть и защита, и обвинения, должны иметь доступ к тем же самым документам. Абсолютно идентичным. Интересно, а они не имеют? А вот он настаивает на том, что у прокуратуры, то есть у обвинения, был доступ к еще дополнительным документам, которым защита доступа не имела. Ого, это интересно. То есть Эллисон постарался такой человек, наверное? Ну, я сейчас не хочу называть имена, там много кто мог постараться, на самом деле. Ну, он ближе всех. Пальцем в небо, это не в моем смысле. Ну, он был ближе всех к этому. Ну, ближе, не ближе. И показали еще интересное заявление брата. У подвоего душа, да, у ушедшего, да, который столько лет прожил с наркотиками и сердечно-сосудистыми заболеваниями, вот, он сказал, что... Да, и, кстати говоря, вот еще интересно, что судья, между прочим, осудил или выразил какие-то сомнения и задал вопрос, почему, собственно говоря, такая сумма 27 миллионов была выплачена. О, интересно. Да, в семье. А на что брат его заявил, то есть, может быть, это было не в одном контексте, но, по крайней мере, в новостях это показали в одном контексте, и он заявил так. Мне очень понравилось его заявление, он сидел уже не такой, как он был, вот, после смерти в таком задрипом каком-то там свитерке, а в таком дорогом костюме, дорогом галстуке, в стиле нового русского. И сказал, что о каких деньгах вообще может идти речь? 27 миллионов нам заплатили. Но это же не вернет мне моего брата. Вот интересный вопрос. Если бы, ну, появился некий старик Хатабыч и сказал, вот сейчас выдерну волосок, я вам верну брата, а вы верните 27 миллионов. Как ты думаешь, что бы произошло? Умер шмомер, лишь бы здоровенький был. Да вот, вот, я понимаю, но это так, мы, конечно, шутим, я думаю, что некоторые наши собратья из леволиберального лагеря этих шуток бы не приняли, а точнее говоря... Я думаю, что уже нас все просто вообще за то, что я говорю, повторяю, буду говорить, что в Америке нет системного расизма. Нету. Ну да, конечно. Да, меня за это сразу обвинят в том, что я расист. Ну, дело в том, что его не просто нет, дело в том, что если бы его, ну, понимаешь, есть такое, что его нет, допустим, но надо его выдумать, дабы чего-то. Это старая формула, да? То есть, в данном случае это играет своего рода, это такая дубина, которая теперь, которые размахивают теперь как бы везде и всюду, где только можно, в университетах, колледжах, школах, учреждениях всевозможных, даже в миллиардных бизнесах. То есть, теперь мы, думаю, на длительное время обречены жить вот с этой мыслью о том, о его существовании. Ну, вот было и нет, да? Нет, ну, сейчас, во-первых, есть выдумщики, которые, по-моему, сами не очень хорошо понимают, к чему это может привести. Ну. Впрочем, на данном этапе их это не интересует, они не задумываются на этом, но в истории было очень много примеров того, что происходило с разными выдумщиками и фантазерами, заканчивали они, как всегда, очень плохо. Как правило. И вот здесь я просто хочу сказать в открытом эфире и вообще, чтобы люди как бы знали, потому что многие в своих комментариях, которые они пишут после программы «Континента», укоряют меня в том, что я делаю какие-то параллели. На самом деле, для того, что, почему я это делаю, я считаю, что это необходимо, я не собираюсь отказываться от этого, потому что то, что я сказал, вернее, сказал Ломоносов, то, что я сегодня повторил. Ломоносов, это так, если кто-то не знает, это российский Гарвард. Ну, знают, 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 кто такой. Ну, нас могут слушать молодые люди тоже, которые уехали, которые вообще не знают, что есть московский университет имени Ломоносова. Но неважно, что народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего. Именно поэтому я провожу параллели, проводил эти параллели и буду проводить параллели. Опять же, спасибо моим преподавателям в Иерусалимском университете, которые учили меня делать именно так, для того, чтобы то, что было в прошлом, никогда больше не повторилось в будущем. Ну, хорошо. В прошлом не только плохое было, так что... Ну, конечно. Смотря что. Ну, давай так, у нас еще есть немного времени, мы уделили достаточно внимания персоне. Ну, над этим процессом мы еще будем долго его обсуждать, это, несомненно, и рассказывать вам. Ну, есть же другие новости. Ну, и, конечно, да, ну, просто завершить, резюмировать. Повышенные меры безопасности в Миннеаполисе. Ну, естественно. А сотни людей вышли с протестами и портретами Флойда, что напомнило мне демонстрации 30-х годов, когда несли портреты Сталина, Берии. Да. И годы, еще до того, как его расстреляли. И кричали, что надо сделать с врагами народа немедленно. Немедленно, безотлагательно. Безотлагательно, совершенно верно. Игорь, ну, несколько все-таки слов о том, что еще из существенного произошло в эти дни. Ну, из существенного произошло, в общем, два события, как мне кажется, о которых, кстати, думаю, что далеко не все знают, хотя, в общем-то, это должно было прозвучать по всем новостным каналам. Первый – это кровопролитие Вирджинии, когда двое афроамериканцев расстреляли толпу, двое убитых, свыше десяти раненых, пока непонятно в каком состоянии и так далее. Ну, почему-то просто вот на фоне. На прошлой неделе произошло два события. Событие в Колорадо и событие в Вирджинии. Я видел, смотрел новости, и в этот момент вдруг прервалась передача. Вернее, ждал новости, еще не начались. Прервалась передача, breaking news, экстренные новости, и сразу появился репортаж о том, что произошло в Колорадо. Трагедия, шуткая трагедия. И показали человека в трусах, с окровавленной ногой, белого цвета, который ввели в наручниках два полицейских, посадили в машину. О Вирджинии вообще никто ничего не говорил почему-то. Вопрос, почему? Ну, видимо, это просто немножко не подходит к той тематике, которую отбирают в новостных агентствах. Ну, ты понимаешь, вообще убийств по стране хватает, если на то пошло. Приезжай к нам в Чикаго, на наш саутсайд, и все в порядке, там, каждые выходные. Даже уже вот я чувствую, с такой линцой пишут те же Чикаго Трибюнт или Сан Таймс об этих перестрелках, потому что это, ну, обыденность. А что об этом писать? Ну, все-таки я бы не стал сравнивать, потому что одно дело, когда там две бандитские группировки между собой перестреливаются, сводят счеты, и, естественно, что погибают невинные люди. А другое дело, когда просто какой-то убийца, или маньяк, или фундаменталист, или расист, неважно какой, белый или афроамериканский, заходит в магазин и перестреляет людей, которые не имеют никакого отношения к преступным группировкам. Кстати, в Колорадо тоже, видишь, незадача получилась? Незадача, да. Что это вот именно, он вроде бы светлый, и поэтому очень укладывалось, скорее всего, что это из тех, кто был 6 января, а тут вот раз, и вот... И, кстати говоря, появилась информация, я не знаю, насколько она, ну, по крайней мере, звучит она достаточно правдоподобно, что он-то собирался вообще устроить эту бойню в еврейском магазине перед началом Пасхи еврейской, то есть, когда люди приходят в магазин, буквально за несколько дней это произошло, делают покупки для первого седора. Но вот, я не знаю, как ошибся, я не знаю, я не могу комментировать эту информацию, она появилась, насколько она достоверна, я не знаю, но мне кажется, что важно, чтобы люди воспринимали это тоже как одну из возможных версий. Да, ну, и потом, в том же Вашингтоне, опять же, произошло, это который DC, там тоже история, и опять же, мы читаем... Две девочки, да. Девочки, я не знаю, скольки лет еще, и ты уже знаешь. Почему я знаю? Две девочки при певочке, 13 и 15 лет. Ой, какие, да. Да, отобрали машину у старелого пакистанца, хотели порулить, а он, видите ли, им не дал, еще телефон отобрал. И? Да, и был убит. И был убит. Но, кстати говоря, уже появились достаточно резкие и критические замечания и высказывания по поводу CNN, Которая пыталась вообще этот инцидент просто превратить как дорожное происшествие в ДТП. И мэр города, которая небезызвестная, тоже, в общем, оставила такой твит, потом ей пришлось каким-то образом возвращаться к нему, объясняться и так далее. Ну, это еще меня удивляет, что кто-то еще объясняется по поводу чего-либо. Идет к тому, что никто уже объясняться скоро ни в чем не будет, понимаешь? Ну, да, идет к этому. И какого черта эта племянница Камалы Харрис тоже тогда стерла свой твит, твит, первоначально оставленный после Колорадо, где она тут же записала это насчет белых супремассистов, это убиение массовое, а потом стерла. Я думаю, что мы идем к тому, что еще немного, и все будет окей, даже независимо от того, соответствует это или нет. Ну, хорошо, тем не менее, как ни крути и ни верти, у нас уже половина часа, мы должны уйти на несколько минут на рекламу, а потом вернемся. Если у кого-то будут вопросы по нашим темам, может быть, по иным, то, пожалуйста, задавайте. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цезарским. Продолжаем нашу программу. Напомню, телефон студии 847-400-5200. Это тот сегмент, когда вы можете позвонить и задать вопрос нашим ведущим. Ну, а пока продолжим. Да, ну, напомню единственное, что сегодня у нас в гостях Игорь Туфельд из Бостона. И мы обсуждаем то, что происходит в нашей бренной жизни, несмотря на то, что, в общем-то, у нас вроде бы эти дни приятные, праздник хороший, в рейсах справляется. Но, тем не менее, все равно, как ни странно, но новостной ряд у нас не из приятных. Игорь, попробуй опять сделать там у себя со звуком, потому что... Вот я, кстати, нашел интересную фотографию. Может быть, ее будет видно здесь? Ну-ка, ну-ка, вот чуть-чуть еще, чуть-чуть подними ее. Вот, вот так оставь. И написано на ней, что в Вашингтоне задержаны две девочки, 13 и 15 лет, по обвинению в автокатастрофе, которую они спровоцировали. Но обратил внимание на цвет рук. Обратил. Да. И? Ну, как? Ну, поясни. Руки тех девочек, которых арестовали? Ну, это же, как тебе сказать, это условность. Мы же не обязательно фотографируем тех девочек. Вообще, ты учти, что в 13-15 лет еще не сформировавшиеся личности. Тем более, в эти дни они тоже переживают, как вообще пойдет процесс с Флойдом. Правильно. Что вообще? И вообще, я считаю, что на самом деле это тоже неправильно. Почему 13-15 лет, у нас же отменили уже полы, почему девочек надо писать 13-15-летних подростков? Подростков. А если они заявят потом, что они считают себя мальчиками, они же засудят вообще все эти средства массовой информации? Ну, ты знаешь, тут еще существует такой момент. Ты можешь быть, извини, любого цвета, но чувствовать себя чем-то другим или кем-то другим. И тогда, если ты себя чувствуешь, но ты не есть, то на самом деле считается, что ты есть. Вот же в чем интерес момента. Ну, правильно. Поэтому, исходя из всего вышеописанного, я думаю, что не надо судить строго, да, вот этих? Они же не со зла? Наверное. Ну, не думали же они, что причинить горе. Окажется, что этот пожилой водитель Убера каким-то образом их оскорбил когда-то, может, даже высказывал какие-то расистские, а может быть... А может, еще и даже приставал. Сексуальные домогательства. Вот, вот, вот. Это же все обнаружится, ведь это же, понимаешь, шило не утаишь в том самом мешке. А учитывая, что сейчас в любом мешке такое шило у нас в стране... И, возможно, не одно. Возможно, не одно. То все, я думаю, что у них все будет еще в жизни хорошо. Ну, учитывая, что правосудие, начиная с Верховного суда, очень у нас сейчас своеобразное, поэтому мы можем допустить все, что угодно. Хотя, конечно, в общем-то, всячески можно посочувствовать семье этого пожилого человека, который, в общем-то, трудился, ну, наверняка не только для удовлетворения своих каких-то таких вот нужд, я имею в виду, just for fun, как говорится, а скорее всего он зарабатывал деньги для семьи там и так далее. То есть, а тут вот кормильца взяли, да и... да и вот так вот избавили от этого жития-бытия. Вот. Ну, хорошо, это тоже такой момент интересный. А что на наших границах происходит, скажи, пожалуйста? Границы не на замке. Это я точно знаю. Так, у нас звонок появился. Хорошо, давай попробуем принять. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел вам сказать, может быть, вы уже знаете, в свете текущих событий, сегодня в Атланте в супермаркете Павликс был арестован благодаря одному покупателю, который услышал, такой Рико Марли, некий, 22 лет, который имел при себе Р-15, дробовик 12 и 5 пистолетов, заряженных и в бронежилете. То есть, он не успел еще, не успел делать расстрел. Вот. Пожалуйста. Ну, хорошо, это вы, скажем так, дорисовали картину. Ну, мы попробуем принять следующий звонок, потому что, ну, что тут обсуждать? Слава Богу, что он не успел применить. Добрый день, слушайте. Слава Богу, что племянница Камалы Харрис не успела опубликовать свой твиттер. Да, и не успела тоже. Слушаем вас. Добрый день. В 2014 году появилась заметка. Би-Би-Си передала, что по утверждению президента Турции Раджета Тани Эрдогана, Америку открыли мусульмане за 300 лет до Колумба. О чем даже свидетельствует якобы церковь, мечеть, которую нашли там. Но оказалось, что это не мечеть, а гора, похожая немножко на мечеть. Так что, видите, кто первооткрылся. Ну, у нас, да, версий достаточно, так что спасибо вам за звонок. Ну, даже комментировать нечего. У каждого, как говорится, каждый будет свою версию. Ну, все как раз подходит под это, потому что, скорее всего, что мусульмане тоже могли быть темнокожими гражданами. Да, не только же их в тюрьмах таковы. Да, и вообще-то уже национальность и цвет кожи Иисуса Христа тоже обсуждаются. Я думаю, скоро и до Маши Робейну дойдут. Да не говори. Попробуем еще принять звонок. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. На прошлой неделе я слышал о том, что регистратура штата Джорджия, они приняли решение о том, чтобы не допустить в будущем тех фальсификаций, которые были проведены у них в ноябре и в начале января нынешнего года. Вот, и якобы губернатор штата подписал этот документ. Можно ли на основании вот этого, скажем так, голосования и подписи губернатора начать новый податист в Верховный суд, потому что это же явно признание того, что они сами, собственно, ручно, для республикации штата Джорджия спальтифицировали вместе с демократами выборы. Спасибо за вопрос. Мы попробуем немножко дольше остановиться, пока не будем 2-3 минуты брать новые ваши звонки. А Игорь расскажет. Эту тему мы обсуждали у себя в ТВ-клубе. Так что, пожалуйста, еще раз повтори. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за этот вопрос, потому что, на самом деле, эта тема очень важная. И снова хочу упомянуть о том, что некоторые комментаторы в комментариях, которые они пишут, в общем, тоже укоряют меня в том, что я постоянно поднимаю эту тему. На самом деле, эта тема очень важная. И это не то, что мы говорим о том, что было 3 ноября. То есть, да, это с этим связано. Но на самом деле проверки и судебные иски далеко не закончились. Они продолжаются и будут продолжаться еще достаточно долго. Причина одна. Доказать и показать американским гражданам и вообще всему миру, что происходило в Америке. Если окажутся правы республиканцы, они таким образом смогут показать, что их претензии не были безосновательными, как об этом говорят все средства массовой информации. Говорили, говорят и будут говорить до тех пор, пока не будут вынесены окончательные судебные постановления по этому поводу. Если же окажется так, что правы демократы, то тогда они тоже смогут это использовать в своих собственных интересах, что они, собственно говоря, и делают без всех остальных хлопот. Но на самом деле это действительно очень важно, потому что какой смысл, ну вот просто логически можно здесь поразмышлять, какой смысл демократам ставить все препоны, обвинять республиканцев в том, что они занимаются никому не нужными вещами, а подают какие-то бессмысленные иски и так далее. Ну, в конце концов, нечего скрывать? Ну, ради бога, покажите, что вам нечего скрывать. В конце концов, это будет такой колоссальный козырь в пользу демократической партии, что никакие предвыборные обещания и предвыборные платформы не смогут сравниться с таким блестящим козырем. Нет, они делают все для того, чтобы препятствовать подсчету голосов, препятствуют новым законам, которые принимают Джорджия и другие штаты. Кстати говоря, в Аризоне тоже приняли новые законы о выборах. И, кроме всего прочего, это делает не только средства массовой информации, это делают и высшие эшелоны власти. Например, в Конгрессе уже демократы в лице Нэнси Пелози выразили возмущение по поводу принятия такого закона в Джорджии. Байден тоже выступил с резкой критикой о принятии такого закона. А что, собственно говоря, в этом есть? Вообще, я не понимаю, какая связь между расизмом и желанием проверять документы при голосовании. Кто-то может это вообще объяснить, включая того же самого президента Байдена или его помощницу, вице-президент Шу Харрис или ведущих на телеканале ABC и CNN. Вот если они так говорят о расизме, пускай объяснят. Люди не понимают этого. Может быть, действительно есть какая-то связь? Ну, как же, связь есть. Дело в том, что интересная вещь. Наверное, даже и пособия и прочие какие-то вещи сейчас без ID. То есть не надо показывать его. Просто можно прийти и снять, допустим, жилище, прийти там и получить какие-то социальные помощи от государства. Оказывается, для этого тоже, наверное, не надо никаких теперь документов. Просто надо прийти и сказать... Моя фамилия Джон Смин. Счет в банке можно открыть, и машину взять, в лист купить, да? Сесть, прийти, ключи давай, за руль. И если уж вы были бы так озабочены вот этой проблемой отсутствия документа, я думаю, что можно было вообще общенациональную кампанию провести по тому, чтобы ни один человек вроде бы не был без какого-либо паспорта или водительского удостоверения, или удостоверения личности. Просто вот эти три документа, которые, в общем-то, любой из них, он годится для того, чтобы прийти честно на тот же избирательный участок, показать, проголосовать и идти так же домой. Но это, видимо, не вписывается в нынешние тенденции. И опять, а вопрос исключительно рассматривается опять же, как тот самый системный расизм. Безусловно. Вот, поэтому, да, что тут скажешь, что тут поделаешь. Ну, хорошо, давай, мы все-таки, понятно, что это инициативы, пускай и поздние, к нашему большому сожалению в штате Джорджия, но пускай даже хоть так. Посмотрим, чем это закончится. Да, губернатор Кемп проснулся. Проснулся, ну, да, да. Ладно, давай все-таки еще раз о границах. Ты начал, но я тебя остановил, были звонки. На границе все проходит своим ходом, как, собственно говоря, и ожидалось. Журналистов туда не пускают. Группа сенаторов вместе с сенатором Крузом и сенатором Грэмом была на границе. Грэм уже говорил о том, что он видел, как со стороны, с мексиканской стороны представители картеля сигналят, да, подают какие-то сигналы фонариками, как в кинофильме, как он называл, «Смелые люди». Это фашистам подавали сигналы, там, глазучики. И вот здесь представители картеля делают то же самое. Может, они увидели Грэма и решили ему посигналить. Ну, или Крузу, я не знаю. Крузу был в Мексике недавно. Может, они ему сигналят, а что ты так рано оттуда уехал? Мы тебя там ждали с распростертыми объятиями. Ну, ладно, а если серьезно, то журналистов по-прежнему туда не пускают. А фотографии, которые появились благодаря «Веритас Проджект», уже циркулируют в интернете. А, конечно, даже если сравнивать с тем, что было во времена Трампа, когда, собственно говоря, все это было совершенно открыто. Любой журналист мог туда приехать, мог сделать сколько угодно фотографий. А тут даже сенатору Крузу запретили снимать, делать съемки телефонов. Порядок. Да. И я просто могу себе представить, что было бы вообще в средствах массовой информации, если Трамп запретил бы журналистам присутствовать на какой-то пресс-конференции. И в связи с этим тоже хочется напомнить такую просто курьезную историю, которая произошла в Белом доме год тому назад, во время всей этой атаки на Трампа, когда началась пандемия, когда он называл это китайским вирусом. Одна журналистка канала One American News, Шинон Риан, спросила Трампа, а как вы считаете, после всех этих вопросов о китайских вирусах, как вы считаете, когда мы называем китайскую еду китайской, это расизм. Собственно говоря, мы говорили уже тоже на эту тему, об испанке, сколько вообще... Неважно, нет, нельзя. Испанцев пострадало от того, что грипп сто лет назад назывался испанским. Страшное дело сколько. Правда, статистики ни у кого нет. Ну вот скажи, интересная реакция президента Байдена, когда ему сказали, задали вопрос, что вы думаете по поводу того, что ваш предшественник собирается посетить границу? На что он сказал, да? Совершенно все равно, что другой гай там, как он любит. У него все другие гаи, то есть он... Такая у него формулировка. Ну, это другие гаи, но когда надо кого-то обвинить, то это есть один конкретный гай. Да, но тут он сказал мне, мол, переводя на обиходный, мне плевать на это. Вот. Но и тем не менее, как ему будет наплевать, когда Трамп приедет туда, выступит потом с заявлением, а потом он скажет, что он говорил на дебатах. Много чего говорил. Не, но это было самое... Мне запало просто в душу, что это неправда. Да, что это неправда. Ну, естественно. Это неправда. Он говорит это всегда. Он говорит... До того, как он стал президентом, он говорил, что это неправда, а сейчас он говорит, что во всем виноват Трамп. Да. Да, так что это... Тут нечего западать в душу. Все очень просто. И ситуация на границе это Трамп создал. Или, к несчастью, у нас президент сейчас очень многословный. Ну, ты знаешь, мы не обсуждали, конечно, я имею в виду на народный, а мы обсуждали у себя в ТВ-клубе вот эту пресс-конференцию пресловутую, и, в общем-то, там достаточно много иронии, сарказма туда вместили, в это обсуждение, потому что без этого ну никак нельзя, учитывая, что, в общем, как это было устроено все. И, тем не менее, читаю отзывы наших любимых леволиберальных, да, журналистов и так далее, они в полном восторге. Ну, конечно. У них, у них, у нас, у них появился лидер, наконец, который, вот, понимаешь, да? Да, которому нужно вопросы за 45 дней. Да. До пресс-конференции отправлять, и которая должна утвердить пресс-служба Белого дома. Вот, собственно говоря, многие удивлялись, почему на пресс-конференции не прозвучало ни одного вопроса об инциденте в Колорадо, который произошел буквально за день до пресс-конференции. А все очень просто объясняется. 45 дней до этого никто не мог даже предвидеть, что будет в Колорадо, а задавать новые вопросы, ну... И не он же организовал это все там. Поэтому откуда ему знать? И... Но мне интересно, когда сфотографировали бумаги его, да, где вот кружочками были обведены именно те, кого он должен спросить. И там же рядом, что он должен сказать. То есть, как работает администрация Обамы? О, ну не Обамы, ну Обамы, фактически, да, вот этот третий срок, все уже об этом говорят прямым текстом. Ты понимаешь, как предусмотрительно? Ведь он может что-то забыть, что-то там не так сделать. А у него... Правильно. Ну, администрация Обамы как раз работала лучше, по-моему, в этом плане. Потому что никто не просил, чтобы им присылали вопросы за 45 дней до пресс-конференции. Ну, и он вообще-то выходил к народу, я имею в виду к журналистам, совсем нередко, и так или иначе на какие-то вопросы отвечал, в том числе неудобные, признаем уж. Ну, времена были другие. О времена он радует. да. Но мы знаем, как, вот, знаешь, винтик, потом шайбочка, потом, да, шурупчик, и вот как завинчивался, это все мы понимаем. Мы жили в такой стране, где это все мы чуть-чуть знали, как это делается. И вот сейчас происходит нечто похожее, не правда ли? Абсолютно. Вот. Так что, даже не знаю, до каких еще вершин вот это все можно довести, весь этот беспредел и все вот это сумасшествие, которое происходит. может быть, мы в меньшей мере с этим, ну, в своей какой-то личной жизни сталкиваемся. Ну, да, нас бесконечно там в бан посылают, какие-то наши материалы помечают, какие-то ролики в Ютубе убивают. Это есть. Но мы находимся вне каких-то офисов, где люди вынуждены работать и принимать те правила игры, которые нынче им навязывают. Вот им я как-то сочувствую больше. Да, но здесь, собственно говоря, добавить нечего, потому что все, с чем мы сталкиваемся, я думаю, что будет только усугубляться. Появится больше цензуры, появится больше людей, критикующих президента Трампа, появится больше людей, которые будут объединять республиканцев введения нечестной игры в отношении выборов. И все это будет ужесточаться. А я уже не один раз говорил, что на самом деле у республиканской партии и, соответственно, у будущего Соединенных Штатов Америки есть последний рубеж, который закончится в ноябре следующего года на промежуточных выборах. И если до этого ничего не будет сделано, а, собственно говоря, уже есть. Именно здесь я хочу разъяснить, что, собственно говоря, можно сделать, потому что мне тоже говорят, вот вы все время говорите о том, что было, а надо действовать, надо действовать. Действуют люди, действуют при этом не нарушая законы, соблюдая полностью американскую конституцию, принимая законы, законы, новые законы, на которые они имеют право в каждом штате. Собственно говоря, на этом и была создана Америка, идея на том, что у каждого штата есть свое административное федеральное направление и свои собственные законы. Поэтому критика, которая происходит, допустим, в Белом доме или в Конгрессе по поводу принятия новых законов в Джорджии, она абсолютно неправомощна. Какие бы эти законы были, кому они нравятся или кому они не нравятся, они были официально приняты и официально вступят в действие, независимо от этой критики. Если не будут совершены какие-то противозаконные действия, которые мы наблюдали 3 ноября прошлого года. И законы в некоторых местах были законы как законы, их не меняли в отличие от некоторых штатов, где буквально перед выборами их поменяли. А в некоторых беспредел такой же происходил там, где ничего не меняли, но там сидели люди, которые считали. Конечно, можно показывать пальцем на железо, на Доминион и так далее, но люди же сидят, которые этими машинами еще пока управляют. И вот тут-то я допускаю, что никакие законы могут ничего не спасти, если ситуация будет похожа. Ну, эти же люди, которые управляли этими же машинами системы Доминион, как мы знаем, подали очень много исков, которые, кстати говоря, не всегда заканчиваются положительно для тех, кто их подает. Мы, собственно говоря, и видели тоже после ноября прошлого года. хорошо, хорошо, будем, как говорится, смотреть. Всем хорошего завершения этого пасхального времени, и потом уже будет, как говорится, эстафету Пейсиха возьмут другие Пасхи, так что вам немножечко отдохнуть и от дурных мыслей в том числе. Всего вам доброго и до новых встреч. Всего хорошего. Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Корректор